Субтитры создавал DimaTorzok Вот смотри, я же говорил, главное самому верить Мы что, загадываем желание? Загадал И я загадала А ты помнишь, что в прошлом году загадала? Не помню Кажется, что бы меня Худякова поцеловал Но я еще тогда маленький был Жалко, папа с нами не пошел Ну и что, в другой раз пойдет? Мы, может, все вместе на море поедем Все-все у нас будет хорошо Да? Конечно, мам Конечно, мам Все они по записи сидят Ничего, она не бедная Знаешь, как врачи от аптек грибут Она нам тут лекарства выписывает, а они это Вот ваш рецепт Рекомендую все приобретать в центральной аптеке, там дешевле Спасибо, до свидания До свидания Следующий Минуточку Анна Андреевна, я к вам по важному делу Извините, пожалуйста Анна Андреевна, у нас ЧП Никитина ушла на больничные А у нее 40 человек по записи И вам придется после своих принятий ее больных Ну, что делать, а кто, кроме вас? Ну, Ираида Романовна, я хотела, ну, хотя бы сегодня пораньше Ну? Сын Милая, у нас у всех дети Если родина сказала, надо, то значит, надо Хорошо, я приму Никитинских Вот и замечательно Заходите Спасибо Да, проходите, садитесь Добрый день Добрый, одну минуточку, ладно? Да, мам, привет Ну, как же так? Ну, ты же обещала сегодня пораньше приехать Да нет, я понимаю Да я уже все уроки сделал Да Мам, я все равно тебя Я встречу, хоть и в девять Давай Целую, жду Аннушка, ты чего это? Ой, баба Машечка, я так устала Сейчас пять минут посижу, пойду Никитинских принимать Можешь и десять посидеть Это же надо без воздуху Из одной смены в другую Подождут твои Никитинские Они и так там кости перемывают врачам Говорят, что вы на их болячках наживаетесь Да бог с ними Так А это что такое? Почему бутерброд пустой? Ой, на-ка у меня здесь паштет Хлебушек Давай, давай Наразовай Ну что, другое дело? Ой, как вкусно мне сейчас будет А ну-ка, ну-ка Что б я без тебя делала? Ты же нам всем как родная, а? Ну, если родных нету, может и я на что сгожусь Ага Ну, давай, давай, ешь Ешь, а то Никитинские ждут Здорово, мужики Здорово, Лёна Здорово Ну, будем Молодца Встречай Привет Замерз? А-а На, помощник, сумку Как в школе География пять Русский Не спрашивали сегодня Молодец Ой Тебе же баба Маша Как отличник У печенья не передала Ну, какой же я отличник Я твердый хорошист Ну, хорошистам тоже положено Ну, так что В эти выходные сходим, как в прошлом году? На наше ягодное болото? Ага Конечно, пойдем Папу возьмем с собой Он дома? Что? Да папа снова Вот загадаю, чтобы папа никогда не пил Никогда-никогда Сынок, просто у папы неприятности на работе Завод простаивает, вот он и переживает А когда у него все наладится на работе Он будет, как раньше Веселый-привеселый Пойдем домой? Привет 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 Подожди, я сейчас ужин приготовлю Опять рыба Рыба полезная и вкусна Хватит тебя Что? Ну что? Все время намекаешь На что я намекаю? На то, что денег не принес На что еще? Да откуда я знаю Может, ты принес Черт из-два Купили наш завод Без нас Мы все сегодня по собственному желанию подписали Зарплата Так и сказали Подписывайте, тогда может что-нибудь и выплатят Ну этот Это К собственник, короче, новый Ты поэтому? Да почти десять лет жизни Ты легко думаешь Куда я теперь? Не кричи, пожалуйста Саша и так тебя боится уже А что это он меня боится-то, а? Сашка Сашка Леш Пойди сюда Иди, сядь Сядь, сядь Сядь, говорю Ну ладно, ты это Иди пока Мама потом, если что, позовет, ладно? Иди Иди, сынок Я Сашку люблю, между прочим Это вы бабы щу-щукаете А я Я мужчина Я, может быть, и Я же... Если бы ты Сашу любил, он бы почувствовал Я бы почувствовала Все, хватит, ныть Прекращай Нафиг Лешенька Леша 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 Давай пойдем спать, ляжем Настай, ждем но а а а а а и а а а а и Анька! 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 Чёрт! Я же без копья! Анька! Всё равно не носишь! Твари, а! Деньги от меня прятать! Анька! Без болота! Ну чё, мужики, помощь-то нужна? Лёш! Ладно, Лёш, ты это, поперёк паровоза-то не дрей! С голоду не помрём! Ща Леонтич придёт, нам всё скажет, мы свою копеечку завсегда поимеем! Да я не боюсь! Обидно просто! Мастер по контрольно-измерительной аппаратуре был, а сейчас никто! Да мы тут все никто! И не нужны никому! Ну ладно, ладно, хорош волну гнать! Вот если возьмут на домик нас, я машину наконец отремонтирую, дочке шубы куплю! Видал? Кому шубу, а кому жрать нечего! Ой, да ладно, ладно! О, вон Леонтич идёт! Чё-то он в нашу сторону не смотрит, не к добру это! Ну, Леонтич, чё там? Чё, ну, чё, баранки гнул! Гастарбайтером взял! Сводный оркестр Молдаван под управлением Бульбаша! Они говорят, у меня в сарае будут жить! А вхи дешевле вас два раза! Выгоднее дома сидеть, чем на них батрачить! Так а чё теперь делать-то будем, ну? Для начала пошли отсюда! Давай! Ой, 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 смешно! Спасибо! Всё прочее! Анна Андреевна, все в кафе, а вы? Да я как-то не… Как так? На всех уже накрыто! Идёмте! Идёмте, идёмте! Пойдём, а то неудобно как-то! Ну? Давай! Да, действительно, мне неудобно! Она меня на высшую категорию тянет, а я даже на день рождения не буду, да? Ну вот! Ладно, Саша сейчас позвонёт, он пойди уже ждёт! Идём, не зима, не замёрзнет твой сынок! Полчасика посидишь и улизнёшь! Пойдём! Мы идёмте! Да-да-да, мы идём, идём! Два! О! Вот они, эти молдаване! Опа! Давай-ка их догоним, а? Да ну и в баню! Ха-ха-ха-ха! О! Точно они, точно они! Идём! Сядь! Говорю, Лёв! Да подожди, они у нас работу отобрали, а? Пошли, говорю! Сядь! Не мельтеши! Да кто ты такой, чтоб мне указывать, а? Кто я? Да ты чё? Кто ты? Пошли! Да пошли вы все! Пора мне поделиться! Ой, ну посиди ещё! А поди лучше потанцуй! Когда последний раз танцевала? Я боюсь, Сашка уже ждёт меня встречает поздно! Снаги! Посиди минутку! Я сейчас! Ну что, ребятки, выпьем за нашу имениницу, да? Дай Бог ей здоровья! Какой же быть красивый, вечный, молодой! Здоровья! За нашу сотрудницу! Аннушка! Там! Дом приготовишь! Отбивные! Тут, я думаю, все равно дело до них не дойдет! Спасибо! Ну давай! Побежала! Да? Согрелся? Да я и не замерзал! Ой, я сейчас тебе дома такие отбивные пожарю! А! Это мясо, по которому молоточком стучат! Точно! И знаешь, что у нас будет? Королевский ужин! На старт! Внимание! Перед подъезда! Мам! Мы фонарик с собой берем? Ты уже на ягодное болото собрался? Ага! Не хватай колбасу! Аппетит перебьешь! Завтра с утра и пойдем! А с утра-то нам зачем фонарик? Ну как зачем? А вдруг стемеет внезапно? Ну или мы до вечера останемся! Все! Папа пришел! Иди встречать! Саш! Ну иди! Иди! Что еще, ну? Родного отца испугался, а? Леша, ты что делаешь? Леша! Стой, Леша! Стой, Леша! Что-то зенки вылупило на меня, а? Иди сюда! Ты что, дрянь? Деньги от меня прячешь? А? Я тебе все отдавал, когда у меня было! Не смей! А ну! Ползай отсюда! Саша, ты ног! Сашенька! Ты ног! Сашенька! А ну-ка! Я еще с тобой не договорил! Не надо! Разглебил, говоришь, да? Не надо! Я еще покажу тебе, как я умею любить! Больно, Леша! 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 Лешенька! 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 Седьмом микро районе убийства. Улица Юных Ленинцев, дом 13. Квартира 26. Как понял? Понял, что там, бытовуха? Да, похоже на бытовую драку, но так, по пьяни. Вас понял, ушли на Юных Ленинцев. Добро. Капитан Хлебников тоже постарается подъехать. Причем тут Хлебников? Сегодня же не его дежурство. А я почем знаю. Ваня Хлебников спать не сможет, если сзади ни разу не приедет на место преступления, а? Хорошо. Все живо? Попей. Попей, попей. Сашенька, а теперь сосредоточься. Сынок, сосредоточься, пожалуйста. Ты ничего не помнишь? Это я ударила и толкнула папу. Ты вообще здесь ни при чем. Ты меня понял? Ты здесь ни при чем. Сейчас придут милиционеры. Я им скажу, что ты гулял, ты был на улице. Ты пришел, когда уже все произошло. Я должна была тебя позвать, как приготовлю ужин. Ты ничего не видел. Ты был на улице. Ты меня понял? Сынок, пожалуйста, сосредоточься. Посмотри на меня, пожалуйста. Ты должен сказать, как я тебя прошу, что ты ничего не видел. Ты гулял, играл на улице. Ты меня понял, Сашенька? Милый, пожалуйста. Мы же все вместе ехать на полотно собирались. Саша, сынок. Все вместе. Милый, милый. Милиция, милиция не будет разбираться. Я тебя очень прошу. Сделай, как я тебя прошу. Пожалуйста, сынок, хорошо? Сделай, как я тебя прошу. Скажи так. Ты меня понял? Сынок, ты меня понял? Пожалуйста, сделай, как я тебя прошу. Сынок, ты меня недоступил. Ответим. Сынок, 3442. Понял. Этаж есть? Понял. Полнее. Сынок, 3442. Товарищ Кисетин, приобщайте к делу. А потом? Он ударился подоконник и упал. Потом? Саша вернулся с улицы. Я должна была его позвать, когда закончу готовить. А с которого час он на улице? Сразу как вернулись, я его отправила. Когда жаришь, чат стоит. А чей рюкзак? Саша, мы на природу завтра собирались. Я сейчас. Привет, Саша. Что ты увидел, когда с улицы пришел? Старайся успокоиться. Ребята, дайте воды. Ну что ж, будем писать. Что? Чистосердечное признание, что вы, Анна Андреевна Седова, превыся в пределы допустимой самообороны, по неосторожности убили своего мужа, который применил к вам мер физического воздействия. Садитесь сюда. Пишите. Пишите. Я Анна Андреевна Седова, такого-то года рождения, проживающий по такому-то адресу. А сколько сыну лет? Четырнадцать. Саши не было дома. Есть кому за сыном присмотреть? У мужа сестра. В другом городе живет. Телефон есть? Да, в коридоре записной книжки. Вероника. Вероника Петровна. Алло. Вероника Петровна? Здравствуйте. С вами говорит следователь Хлебников, Ленинский РОВД, город Краснокаменск. Вам необходимо забрать вашего племянника, Александра Седова. По той причине, что его мать Седова арестована, а отец погиб. Вы приезжайте и все узнаете сами. До свидания. Написали? Дата подписи. На сегодня есть, куда сына пристроить? На сегодня есть, куда сына. Будем, нет. Хорошо. Седова, пройдемте. Пройдем. Аннушка. Все. Аннушка, раз, ты. Мам! Так слюха. Мам! Я трус. Это я его убил! Как спалось? Я не спала. Я вам отметил статью в уголовном кодексе. Прочли? Нет. Напрасно. Анна Андреевна. Я хочу, чтобы сегодня вы были повнимательнее. Вот что говорит экспертиза. На рукоятке кулинарного приспособления, вещественное доказательство номер четыре, обнаружены отпечатки пальцев постороннего лица, предположительно подростка. Саша хотел помогать мне. Я его отправил на улицу. Когда жаришь, чат стоит. Про чат я уже слышал. Далее. Смерть пострадавшего наступила в результате внутреннего кровоизлияния в мозг при переломе височной кости от удара о подоконник. Остальные травмы средней тяжести, включая удар тупым предметом в область затылка, не представляли собой угрозы жизни для пострадавшего. И дальше. В крови и внутреннем пищеварительном тракте пострадавшего обнаружен алкоголь, предположительно водка, общим содержанием до 4,7 промилле. 4,7 – это очень много. Это значит, что он был пьяный в доску, еле на ногах стоял. Мог сам упасть, удариться, понимаете? Это я его стукнула. Он начал меня оскорблять, ударил. Я толкнула его, он упал, ударился. Анна Андреевна, чего вы боитесь? Ничего, я не боюсь. Я убила мужа, но каждый должен нести ответственность за свои поступки. Хорошо, на сегодня все. Уведите Седову. Ой, Ирая Драмановна, вот я к вам за характеристикой для Анны. Все готово. С такой характеристикой на орден, а не в тюрьму. Ну, разве нам Анна когда-нибудь отказывала? Ну, слушай, мы ей не поможем, что ли? Поможем, поможем. Ирая Драмановна, и вот еще здесь вот коллективное письмо. Все подписали. 51 человек. Как? 52. Спасибо. Спасибо вам большое. 52. Не, протокол я запомнился. Ну, вот заполняю и можешь потом домой. Все, короткий день. На сегодня. Ой, вот вы-то мне как раз и нужны. Это у вас сын Седовый, Анна Андреевна? Да нет, сын как раз тетка забрала. А я к вам по поводу нашей Аннушки. Вы знаете, не могла она. Нет, ну, она, она его жалела. Даже когда он поколачивал ее и сына. Ну, что я могу сделать? Она дала признательные показания. Извините. Подождите. Вы не понимаете. Она не могла убить. Мы вот тут составили письмо всем коллективам. И заведующая характеристику написала. Как вы думаете, это может повлиять? Все зависит от судей и от адвоката. Мы воскинемся. Мы хорошего адвоката найдем. Да Седова не хочет защищаться. Она отказывается от адвоката. Я тяну ее на несчастный случай. Она заладила одно и то же, как будто у нее заело. Как вы не понимаете? Это же не человек, это золото. Она добрая. Она сердечная. До таких людей, как она, просто нет. Да я понимаю. И на меня она тоже произвела хорошее впечатление. Правда? Ну не верю я, что она может вот так. Давайте ваши бумаги. Да, пожалуйста. Я постараюсь что-нибудь сделать. Спасибо. Спасибо вам, товарищ... Хлебников Иван Сергеевич. Не за что пока меня благодарить. Спасибо вам, товарищ Хлебников Иван Сергеевич. Всего хорошего. До свидания. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok И я потом звук получика отдам. И что деньги? Деньги это пустое. Вот брата твоего жаль. Леша мой дурак. Я ему говорила, найди нормальную бабу. С квартирой, с папой, со связями. А он взял эту... С матери-одиночки, сама голь перекатанная. У нее полотенца своего не было. Все мы ей надарили. Я и родители мои. Царство им невестное. Ой, квартира теперь ей достанется. Дрянь, а. Ну, что это тут? Шкафы все разваливаются. Забился как Маша. Давай собирайся. К нам поедем. Ну, это разве хозяйка? А знаешь, каким Лешка был на втором курсе? Красавец. Заводил. Отличник. На гитаре как играл. А анекдоты, анекдоты. Знаешь, как рассказывал настоящий артист? Ну, знаешь, если вспоминать, кто каким был лет двадцать назад, вон. В своей фотографии. В своей. Худенькая. Я сейчас, вообще даже ничего. Слушай, это она его до бутылки довела. А она, он раньше, ну, грамм в рот не брал. Вот она его. Сама споила, сама решила убить, чтобы потом здесь одной хозяйничать. Замолчите. Замолчите. Так, ты... Ты... Что, что я? Что я такого сказал? Только всю правду и говорю. А с ним мы еще, хлебнем горе, сядем ее. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Привет. Зачем пришел? Это я убила отца. Это я убила отца. А во-вторых, во-вторых, за это предусматривается уголовная ответственность. Ты понимаешь это? Да. Давай пропуск. Ты молодец. Это я ударила Алексея. Сын был в это время на улице. Я написала признание и на суде я его буду подтверждать. Меня могут увезти. СТУК В ДВЕРЬ Давай, Саш, пойдем, пойдем. СТУК В ДВЕРЬ Духотища страшная народа понабилась. Ну, а результат? Шесть лет колонии и общего режима. Это из-за смягчающих обстоятельств я вообще десять лет ей дал о гадине. Не смейте так говорить о моей маме. Вы не понимаете? Подожди. Саша, подожди, Саша, там нет мамы уже. Маму увезли уже. Саша, ты хоть поаккуратнее выражи меня, да? Да, да, на нашей стороне. Саша, там нет ее. Все. Саша, ставьте вы меня в покое! Оставь ты его! Куда он денется? Саша! 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 Таня, нужно перепечатать. Хорошо. Проходите. Добрый день. Я подавала документы на установление опеки над Александром Седовым. Моя фамилия Короленко. А, да. Да, ваши документы готовы. Вот они. Спасибо. Ну, у меня к вам еще один небольшой вопросик. Да? Мне сказали, для того, чтобы продать квартиру, нужно получить у вас разрешение. Какую квартиру? Ну, вот эту. Нет. Квартира, в которой прописан несовершеннолетний, над которым осуществляется опека, не может быть отчуждена. Закон стоит на страже интересов опекаемого. Это несправедливо. Эта квартира принадлежала моим родителям. Жена моего брата, вернее, убийца моего брата, никакого отношения к этой квартире не имеет. Так, значит, объясняю еще раз, чтобы сэкономить ваше и свое время. Жилплощадь не может быть отчуждена. Только в исключительных обстоятельствах, которых я здесь, к сожалению, не наблюдаю. Всего хорошего. Но этот вопрос мне нужно как-то решить. Я вот подумала. Так. Так, с ее же минуты оставьте мой кабинет. Оставьте мой кабинет. Если вы, конечно, не хотите, чтобы я вызвал наряд и вас арестовали при попытке дачи взятки должностному лицу. Всего хорошего. До свидания. Черт знает, что такое. Таня, зайдите, пожалуйста, ко мне. Денег им не надо. Вот люди пошли, а. Зажрались совсем. Чем больше арестовывать он у меня собрался. Женщина! Стойте, стойте. Вы мне? Минуточку, да-да-да. Что? Возможно, в вашем деле вам может помочь один человек. Какой человек? Это неважно. Вот, позвоните по этому номеру и объясните ему суть дела. Его зовут Вениамин. Не знаю, если вы Дольче Габбана, то можно, конечно, двое. Здравствуйте. Слушаю. Здравствуйте. Мне дала ваш телефон девушка из отдела опеки. Так. И чем я могу помочь? Дело в том, что я не могу продать квартиру моего племянника, над которым оформила опеку. Она сказала, вы можете помочь. Ну, надо встречаться. Так я не поняла, вы мне поможете? Да, да, да. У меня в этом городе, собственно, все схвачено. Единственное, что вы должны быть готовы к тому, что вы получите меньшую сумму за свою жилплощадь, если бы она была юридически чистой. Это понятно? Да, это понятно. Но на сколько меньше? Ну, это при встрече. До свидания. Вы скоро? Да ты и так красивый. Тебе можно не умываться. Давай в очередь. Смотри. Когда в мою школу пришел Саша Седов, все девочки просто ахнули, какие у него белые зубы. Это ты? Это Костя? А где ты такую модную щетку нашел? Костя! Что случилось? Ты готова? Да. Покарауливай. Я кое-что приду. Открой! Кому говорю! Открой дверь! Варь, давай быстрее и так в школу опаздываем. Все, пойдем. Ну, здрасте, дядя Остав. А, привет. Ты что, стирать собрался? Да. Оставь, оставь. Вероника в субботу. Постирает. Это что такое? Варькины проделки? Я не знаю. Ну, не твои-ка, я понимаю. Не мои. О, черт. Ладно. Веронике не говори ничего. Я тебе новую пристыню дам. К чужому дому пока привыкнешь. Я ведь тоже здесь вроде как в примаках. Больше десяти лет живу, а. Все как гость. Вероника что, она хозяйка. Я так. О. Подсобить. Так что и ты вроде как здесь в примаках. Ничего, ничего. Ничего, парень. Крепись. Выживем, крепче будешь. А? Я ведь у Вероники угол снимал. Когда на заработки приехал. Она жалилась. Жить вместе стали. Потом Варьку родила, так вообще поженились. Костик-то там малой была. Мне вот точно так же, как тебе, все подгадить нравилось. Слышишь? Ничего, такая порода. А Вероника что? Она, главное, что одет. Обут. Что все как у людей. А что там у человека внутри, это… Так. Дело десятое. А почему вы не уйдете? Куда я уйду? Ты мало еще сейчас. Не понимаешь. Не так все просто. Давай, 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 давай. Иди, потом поговорим. Мама. Здравствуй, дорогой мой Сашенька. Сынок, я очень по тебе соскучилась. Напиши, пожалуйста, о себе поподробней. Как живется у тети Вероники? Как на учебе? Надеюсь, ты с ребятами подружился. А за меня не волнуйся. Все у нас будет хорошо. Нам унывать с тобой нельзя. Все пройдет, и мы снова будем вместе. Крепко обнимаю тебя и очень люблю. Твоя мама. Здорово, люди! И как звать-то тебе дочка? Мама Настя назвала. Надолго к нам? Четыре года дали. Да, пошли. Здрасте. А за что дали-то? Статья 108 у Кариф. С одним козлом танцевать не хотела, зато и дали. Ой, у кого бишь девка. Да он мне в темном месте встретиться обещал, а я ему маникюрными ножницами пузо ты попортила. Еле откачали. Вот оторвало-то. Давай здесь размещайся, рядом с Санькой. Она нас тоже мужиков не жалует. Да что их жаловать-то, козлов? Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. А можно? Конечно. Я Аня. Меня Настя зовут. Аня, вы мне расскажете, какие здесь правила? Ну, чтоб я не оплошала. Конечно. Только тут все на «ты». Поняла. А почему вы, ой, ты мужиков не любишь? Я мужа убила. Только ты не спрашивай об этом. Поняла. Я понятливая. Не для меня придет весна, не для меня дон разольется, и сердце жалобно забьется. С восторгом чувств не для меня. И сердце жалобно забьется. С восторгом чувств не для меня. Азина 贏 Продолжение следует... Продолжение следует... Я давно мечтала. Хватит мне на дядю работать. Сама хозяйкой буду. Ты у меня что? Решила стать бизнес-вумен? А почему бы и нет? Не было денег, вдруг повезло. Я и место уже присмотрела. Первый этаж, вход отдельный сделаем. Не так давно я видел в интернете... Ты что, палас испортишь? Что-то вылупился. Давно не получал. Кулаки чешутся, наверное. Да пошел ты! Костик, по морде ему, по морде, чтобы знал! Ну, получай, малой. Милый мой Сашенька, как тебе живет свою тетю Вероники? Надеюсь, с ребятами ты подружился. Я очень по тебе скучаю. Так, подожди, ты что делаешь-то? Иди сядь! Покойся. Что, больно? Подрелась? Спрячь. Пойдем с меня. Ты что, больно бездрак? Понял меня? Понятно. Смотри. Пойдем. Придурок. Ваш документ. Эй, парень, стой! Стой! Куда побежал? Что это мы тут бегаем? Эй, парень, стой! Стой! Ну, вот что, племянничек, не хочешь жить, как нормальные люди, я твои проделки выносить больше не намерена. Отправляйся к этому золотцу, дед дом. Девчонки, почта. Гусева. Я. Осипова. Я. Седова. На сегодня все. Аня. Аня! Аня! Давай-давай-давай! Ань! Ань, ты чего? Сашу в детский дом отдали. Кто отдал? Сестра мужа. Вот сволочь, а! Аня! Ань, ну не расстраивайся, пожалуйста, Ань! Ань, а давай мы тебе освобождение от работы выбьем? Правда, девочки, да? Ну? Ань! А хочешь, я тебе этого библиотечного Монтегриста дам? Без очереди! Ань! Ань, давай не расстраивайся, Ань! Русские не сдаются! Вот поверь мне, тебя все уважают, любят! Тебе точно скостят за хорошее поведение! Выйдешь, и все будет хорошо! И будете вы жить с сыном счастливо и… Все, давай, не расстраивайся! Ань, пойдем! Пойдем, приезжаешь! Пойдем! Ань, давай, давай! Хороший бабушка! Ой, а ты чье? Это Норикова, наверное, в барахло! Давай, позднем там че-то писать… Опа! Ух ты! О, фонарик! Ой, интересно, Сенька, чё это у нас, э? Куды? Ну, входи. Это твоя спальня, здесь будешь жить. Иди, знакомься с ребятами. Моя. Была твоя, стала моя. Снимай. Чего ради? Здесь правила такие, но они должны делиться со всеми. Объясни им короче. Тебе лучше не рыпаться, парень. Хуже будет. Давай, давай! Води его! Чё ты как баба? Давай, бери его к лицу! Води его! Давай! Э! Пусть всё по чесноку будет. Я так и знала. А ну быстро встали! Вперёд, за мной! Приседаем! Сели! Встали! Здравствуй, мама, не думай обо мне переживать. У меня все хорошо. Ребята в нашем детском доме дружные. Со мной в комнате живут четверо парней. Мы во всем помогаем и поддерживаем друг друга. В школе у меня все тоже хорошо. А тематичка Ольга Константиновна меня хвалит. Но я стараюсь не зазнаваться. Я подтягиваюсь уже 12 раз. И ты, когда меня увидишь, удивишься, ну каким я стал сильным. Я очень скучаю по тебе. И надеюсь, что мы скоро встретимся. Саша. Пойдем. Пойдем. Ты, Лиса, иди. А ты задерживайся. Что? Это ты, Анжелика, новенькая. Я. А что? А то, что новенькие должны проходить дезинфекцию, слыхала? Нет. Ну, теперь знаешь. Тащите дезинфекцию. Раздевайся. Зачем? Ну, сказали, раздевайся. Порядок такой. Мало ли, у тебя зараза какая-нибудь. Мы тебя водой обольем и все. А что из такого? Давай, давай. А ну, отвалите от нее. Полегче, Саня. Что? Еще раз тебе нос разбить? А не боишься? Проснешься однажды. А башка-то в тумбочке. Нет? Тебе какое дело? Ты умываться пришел? Так умывайся. Никто не мешает. Все, пошли отсюда. Полегче! Полегче! Что здесь опять? Да мы пошутить хотели. Седов с раздраться, как всегда. А ну-ка быстро по своим комнатам. Ты у меня, голубочек, в изоляторе посидишь, раз тебе не мется. Ты у меня, голубочек, в изоляторе посидишь. Держись. Сейчас до больницы доедем. Доктор укольчик сделает и все. Ну, ну, потерпи. Нет. Боюсь, что дальше мы не проедем. Тут не дорога. Трясина сплошная. Так сядем, что трактор не вытащит. Ну, что делать-то? Давайте в зону, а? К врачу нашему. Тоже специалист, как никак. Давайте, давайте. Только быстрее, пожалуйста, быстрее. Идем, идем. Не растягиваемся. Идем, идем. Не растягиваемся. Что это я не пойму, девки, что это сына, хозяина зоны, к нашему Костоправу привезли. Дороги, говорят, размыло. В район не доехать. А у начальника нашего, сын аллергик, каждые полгода помирает. В общем, я какие-то самые острые симптомы снял, но вам непременно сегодня же нужно в районную больницу. Прямо срочно. Потому что иначе я не ручаюсь и неизвестно, может быть, действительно будет. Спасибо большое. Даня, Данечка, Даня, Даня, Доктор, Даня, Даня, ты чего? Что ты ему вколол? Даня, Даня, что ты ему вколол? Сыдова, стоять! Интал, два кубика. Внутривенно? Да. Идиот, это же идиот. Галёс, стоять! Встрой! Сыдула, встрой! Отставить, похоже, она знаешь, у тебя. Сыдова! Дыши, дыши. Разрешите? Не волнуйтесь. Даня, Даня, суспензии есть? Бегом! Даня. Не волнуйтесь, я врач. Мальчик. Малыш. Что? Что это? Дай, дай. Данечка, Даня, Даня, Даня. Дыши, дыши, мой хороший. Молодец. Держите это. И при необходимости давайте по одной-две ложки. И вообще, в аптечке-то держите. Маль. Ну, ты крутая, мать. Смотри, в колец тебе чё-нибудь когда-нибудь. Не в колец. Не в колец. Я так уж все его занято спасла. А может быть и наши. Все пошли! Вперёд! Ух. 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 Скотаббаза. Ты бы поосторожней с ним на ту тону до самоубийства давил. А я никого не боюсь. И ты не бойся. Ух. 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 Ну? Ты, небось, в деревне-то таких не видела? В селе. Чего? Я в селе живу, а не в деревне. Да какая разница-то, ну? Деревня там или село. Это не важно. Важно, что будешь умыться со мной, как за каменной стеной. Слышишь? Ты. Да отвали ты, козел! Почему же козел-то, ну? Смотри, чтоб я тебя не забодал. Ты у меня из карцера вылезать не будешь. Козел, говорю! Козел, говорю! Ты устроил жизнь, мразь! Настен, ты закончил? Настя! Что такое? Настя! Настенька! Настенька! Это Кравцов? Это Кравцов? Настенька! Так, ну здесь только растяжечку, а плакат в той комнате. Так? Здравствуйте, Лена Акадьевна. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Я к вам. Вот. С 8 марта. Не надо, вы что? Надо, надо. Держите. Вот здесь кое-что к столу, ну и для души. Спасибо. Я сына в район свозила, когда дорогу наладили. Ну и врач там сказал, что вы все правильно сделали. А наш врач, ну в общем, какой он врач, если честно? Да, конечно, у нас здесь не лечат, а симулянтов выявляют. Вы же знаете, кто мой муж? Да, мне сказали. Я вас очень прошу, если у вас есть какие-то просьбы или пожелания, я буду только рада помочь. Так какие у меня могут быть просьбы, пожелания? Ну, какие бы ни были. Знаете, у меня есть подруга, Настя. Это которая? Ее нет здесь, она в карцере, хотя по-хорошему должна быть в больнице. Она очень понравилась Кравцову, старшему конвою. Вы знаете его? Лешу, конечно, знаю. Ну, вот этот Леша домогался до нее месяц. В общем, он ее избил в швейном цеху за то, что она отказалась принять от него подарок. Пока мы ее откачивали, он настрочил нарушение режима и подписал у вашего мужа. Так что праздник она будет отмечать в карцере. Я поговорю с мужем. Слушай, это же просто преступление какое-то. Да это на воле преступление, а здесь это… Нет, 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 Анна, я этого так не оставлю, я вам обещаю. Спасибо. Привет, Настюха. Привет. Здорово. О, привет, Настюха. Привет, девчонки. О, привет. Здорово. 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 Я тоже очень скучала. Все хорошо. Все нормально, жива? Как видите, все хорошо. Что, говорят, там его козленка-то отстранили, да? Три дня уже не видим. Наверное, переводят куда-нибудь. Здорово. 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 Я знаю, кто мой добрый ангел. Спасибо тебе большое. Спасибо. Если бы не ты. Люди, вот смотрите. Аня, это просто, вы не представляете, это такой человек. Это не то, что мы. И знаете, каждый, кто ее обидит или просто пальцем тронет вот этого человека, я просто горло перекрызу за нее. Спасибо тебе большое. Знать, зубы-то целы. Ну, Настя, да? Прочла? Прочла. Знаете, чего не понимаю? Почему ей сто восьмую не дали? Ведь драка же, превышение самообороны. А мы никогда не узнаем. Или запрашивай протоколы судебных заседаний. Скажи, а ты можешь, глядя на человека, сказать, способен он сознательно убить или нет? Ну, иногда могу, иногда и видно. А Седова могла? Понимаешь, я тут вижу два поступка. Метнулась за конвой к нашему сыну. А за такое ведь в раз можно такую прибавку к сроку схлопотать, мало не покажется. Вступила за подругу, против Кравцова. И не побоялась, что он ей тоже откромешно устроит. Что-то не так в ее деле. Не так. Знаешь что, думаю, буду-ка я подавать на ее условно-досрочное освобождение. Да ну не бойся, не бойся. Саша, а что нам будет, если узнают, что мы сбежали? Да кто узнает-то? Да я и так в изоляторе чаще, чем в своей спальне. Я уже четыре дня не дрался. Рекорд. А это откуда? А это ерунда, это я в футбол играл. Желик, а ты знаешь, меня переводят. Когда? Да чуть ли не завтра. Директор говорит, что с моим личным делом я теперь клиент для спецПТУ. А где это ПТУ? Ни малейшего понятия. Так мы больше никогда не увидимся? Да нет. Мы обязательно увидимся. Я закончу ПТУ, мне дадут общагу. Ну, все как полагается. И маму выпустят. Я вернусь за тобой. Ну, не надо, ну, не расстраивайся. Ну, ты знаешь, у нас в Краснокаменске есть ягодные болота. И мы туда каждую весну ходили и загадывали желание, когда богульник зацветет. Так вот мы туда вместе пойдем. Ты и я и мама. Ну, посмотри на меня. Я тебе обещаю. Я тебя найду. Ну, просмотрите еще раз. Все обыщите. Все уголки. В подвале смотрели? Ни того, ни другого. Так. В котельной? Никого. В прачечной? Да все просмотрели. Ну что, нигде никого нет? Мы просмотрели каждый сантиметр. Понятно. Да. Только Седов и Корецкая? Да. Смотри. Наша Ромоа Джульетта. Никого не распускать. Я звоню в милицию. Так. Что это у нас? Седова в изолятор на третьем, Корецкую на четвертый. Ну что, нагулялись, придурки? Ничего, посидите у меня под замком, пока не поумнеете. Разболтались совсем. Уведите. Пошли. Всем по своим спальням. Через пятнадцать минут лично приду с инспекции. Ясно? Да. Не слышу. Да. Разойтись. Разболтались меня. А? Ну и что там? Вот за клуба стоят две девчонки. Ну? Ну я начинаю одной спрашивать. Э, ты что обалдел? Стучаться надо. Дверь закрой. Ты что, новенький? Ну ладно, а что дальше? Ну я начинаю одну ломать. Давайте познакомимся. Телефончик добавляем, да? Ну сразу, конечно, нет. Ну я ж смогу и голову говорить, конечно. Ну ты так нового. Пацаны. Кто тронет мои вещи, получит глаз. Да кому нужны твои вещи? Ну и что, продолжай. Она такая говорит. Я на улице не заковываюсь. Я говорю, ну у вас же клуб остается, сейчас зайдешь. Как познакомиться? Ну, ну, ну. Третий отряд! Внимание! Можете пять минут попрощаться. Давай. Вот дождалась. Ань, поздравляй! Ты молодец! Честь это какая! Мужика, главное, нормального сразу же, а? Ты что там влюбилась? Ничего не пропадешь! Ань, ты что? Я рада, что с тобой здесь познакомилась. Я как выйду, тебя обязательно найду. Пиши мне только, ладно? Я обязательно тебе писала. Не забывай меня, ладно? Ну все, Седова, достаточно. Давай, пошли. Пиши только, ладно? Обязательно пиши. Ты себе береги здесь. Ладно. Вы берегите себя вообще все. И чем это? Мы. Ты себя береги. Пока. Счастья тебе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 О, здорово. Привет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здорово. А мы уже все? Да, все. Сигареты взял? Не, забыл. Оставил. Вань! Сча! Здорово, есть сигареты? Здорово. Да, есть, конечно. А, ты что, дома уже что-ли? Да, куда еще? Ты был там? А-а. Ну че, как учеба-то продвигается у вас? Хорошо. А у вас, подучили? Вообще вот так. Отлично. Просто твое. Так еще как у него. Так вот так. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мама. 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 Мамочка. Какой ты большой. Мама. Пойдем. Ну и есть формальная сторона вопроса. Постоянная регистрация, работа, справка о доходах за три месяца. Пишите заявление, комиссия рассматривает. В случае положительного решения вопроса, я подчеркиваю, в случае положительного решения вы забираете сына. вы обеспечиваете ноен Database. тюрьмя пришли. Пойдем дальше. Весьмой. Тюрьмя, 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 Тюрьмы, Пойду в тюрьме. У меня сбежала? Это вместо «здравствуй». Здравствуй, Вероника. Могу показать справку об освобождении. Да я верю. А я в квартире нашей была, а там чужие люди живут. Не в курсе, почему? А тебе какое дело? Это квартира моих и Лешиных родителей. Какое у тебя на нее право? Допустим, не у меня. Хотя я свои права знаю. У моего сына, твоего племянника. А по твоему сыну тюрьма плачет. Я думаю, он туда и отправится не сегодня, не завтра. Если еще не отправился. С квартирой что? Продала? Продала. Все, что у меня есть, это я сама своими руками заработала. А то, что твои квартиры выручила, так я на это твоего сыночка одевала, кормила, поила, так что я тебе ничего не должна. Аннушка. Вот. Нашла. Значит так. Называется деревня Корягина. Ну, это на пятьдесят седьмом автобусе от рынка. Его зовут Федор Иванович Телегин. Ребята между собой называют его беспощадный фермер. Платит он исправно. Но работа у него тяжелая. Поедешь? Поеду, конечно, куда же мне деваться. Что значит, куда деваться? Ты же врач. И еще какой врач? Да пробовала я, баба Маша. Не берут, они на судимость мою как на красную тряпку смотрят, даже переаттестации не допустили. Вот дурачье. Мне судьба, видать. Ну, что ж. Тогда поезжай. Дай Бог тебе удачи, моя девочка. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Не волнуйся. Мы ненадолго расстаемся. Я обязательно заберу тебя скоро. Да я не волнуюсь. Хорошо? Какой же ты у меня взрослый. Такой здоровый мужик там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА РАЗСКАй ОООН ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Саня! Саня, подожди. Саня, подожди. Саня, подожди. Саня, подожди. Саня, подожди. Саня, подожди.